Квартиру в центре Иркутска посетила лесная гостья. В мастерской художника Олега Беседина похозяйничала белка. Она отказалась от орешков, но с удовольствием съела пряник. О гости расскажет Елена Малышкина. Чудеса! Сегодня утром ко мне в мастерскую на шестой этаж запрыгнула белка. Расскажет нам после Олег Беседин. Конечно, по периметру дома, как раз на уровне его этажа, есть узкий бордюр, по которому иногда приходит в гости соседский кот. Но чтобы белка, да еще с утра пораньше. Дикие крики были вообще-то. Мы испугались очень сильно, потому что по полу бегает нечто такое, похожее на привидение на темное. Она шустро прыгала и громко топала по полу. В лесу, на даче или в сквере. Такому зверю не удивишься, говорит Беседин. Но чтобы в центре Иркутска. Белка, кстати, в мастерской художника вела себя абсолютно по-свойски. Попробовала на зуб-карандаши. Кисточки и краски перевернула урну. И не найдя в ней съестного, вскарабкалась на подоконник, где и принялась грызть цветы. Толстянки явно пришлись ей по вкусу. А вот от любезно предложенных кедровых орешков белка почему-то отказалась. Зато с удовольствием съела пряник. Видимо, сладкоежка, решили люди. И может быть, совсем неспроста она к нему заглянула. Хорошо подумав, решил хозяин мастерской. Я ее познакомил вот с моей коровкой, которая со мной живет и путешествует везде. Я вообще так подозреваю, что она, видимо, к ней в гости приходила. И она потом, я окошко открыл, она вышла на подоконник, так на меня посмотрела, лапкой помахала и убежала. Все происходящее удалось снять на камеру. Белка, кстати, охотно позировала. Вот так и получилось, что автор этого забавного ролика, иркутский художник Олег Беседин, стал нашим мобильным репортером. Елена Малышкина, Дмитрий Дятлов, Вести Иркутск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова